Всем привет, дорогие друзья, с вами Савар Амаха, и у меня для вас есть очень приятные новости. Как вы помните, мы недавно с вами проходили Wolfenstein New Colossus, и да, вышли маленькие дополнения. Сюжетные дополнения, которые, в принципе, расскажут истории разных героев, разное время, ну, возможно, то или иное время, когда мы только начали действовать, или уже действовали, пока не ясно. Сегодня такой пробный залет, залет, такой пилотный выпуск. Если вам понравится, я буду следить также за дополнениями, и мы будем смотреть каждое из сюжетных линий, что предоставится нам. Я немножко уже попробовал, мне отчасти она меня повеселила, но об этом позже. Давай смотреть. Последние лучи надежды угасли в мире, и ужас охватил всю планету. Враг оккупировал землю свободы, но три героя поднялись на борьбу с тиранией во имя великой американской мечты. Это «Хроники свободы». Три увлекательных рассказа о приключениях для всех вольнолюбивых американцев. Это Джозеф Сталлион, по прозвищу Стрелок Джо, бывший профессиональный квотербэк, в плену у Рейха. Джо открыто взбунтовался против угнетателей и был арестован оберкомендантом Родериком Метце, американским дантистом, вставшим на сторону нацистов. Но Джо просто так не сдается. Он сбежал с научной базы Омега, которую Метце построил по Спринклдам Блинойсе, а по дороге нашел гараж с панцирхундами, и его озарила идея. Чувствуете? Чувствуете, что-то в этом сюжете есть. Ну, как бы, когда я слышал это первый раз, запустив вот эту вот дополненницу, для меня было очень забавно это слышать. Причем с таким серьезным, каким нам показали это все. О, последний мубил. Так, а, то есть теперь в данный момент, как видите, модификации проходят именно внутри игры. То есть нам не надо заходить в меню, прокачивать там нашего героя, усиливать пушки и так далее. То есть у нас нет такой больше возможности, игра сделана более казуально, более упрощенно. То есть мы можем спокойно теперь ходить и заниматься всяким лютым. Ну что ж, приступим, как говорится. Ну, а с вас, ребята, лайкосики, приятные комментарии. Ну, если хотите, конечно, я не напрягаю и не заставляю это делать, но давайте смотреть. Ну, а если я буду через стену стрелять, это максимально реалистично? А им-то стену не перстрелить. Ходи, а там может быть еще враги. Ладно, засейвлюсь здесь. Ну что? Неслась? Так, ну а рейтси там... Там где-то наверху. Алярм! Я только начал играть уже алярм. Ну, стелс не моя сильная черта, как вы знаете. Блин, я даже не знаю, где их засейвится. Мне бы как бы сагрить всех их в одно место. Ну, не, ну не про то место, которое мы могли подумать. Аляляляля! Ты что, безумец? С дробовиком-то ходил? Я помню этих мерзких ребят. Ну, что ты такой живой-то? Тебе мама не говорила, что ты очень живой? Вот, я понял. Так, сэр. Чего-то господина надо выпилить. И этому-то... Да что ты будешь делать? Он, он все еще живой был. Так. Парочку мы с вами выпилили. Тоже тревога. А будут более интересные войска какие-то. Или это все? Я просто боюсь заходить. Честно. О! Гусь. Нет. Мне по голову выцелился. Я выцелился. Так, и что дальше? Да, идти в задницу. Алярм! Алярм! Как его взрывать, я не помню. Да, что ты серьезно? Еще и с трубовиком. А мне типа мало, да? О-о-о-о. Как-то плохо. Беги, 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 беги. Немцы не дремлят Боже, 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 боже Биги, биги, биги Да иди, нахер Я твой рот вертел Да какие непонятные звуки со всех сторон Идите нахер, я в лес Все Спустился, скатился, как хотите, пишите Ку-ку Ку-ку Не закидывай Да, конечно Как вот этих жирных выпиливать, когда у нас проблем с патронами нет Проблем с наличием этих газкод Дайди нафиг, ты еще у меня лазер Слай Тут двоих, да, то есть мне как бы Двоих надо завалить А у них КП много Гранаты есть И еще здесь арийцы, господи Нормально, нормально Там зачем я пытаюсь вырезать их, просто бежать надо Арийцы Назад На исходную Минус два У меня 30 КП Дай бродю ДА БРОДЮ У меня что-то было Дайди нахер Дай бродю ЛОВИ Боже, 20 КП, 20 КП, 20 КП Я сейчас уберу НЕТ НЕТ НЕ СДАВАЙСЯ НЕ СДАВАЙСЯ Так Дай я здесь засейвлюсь Одного мы Мучканули Ну, с этим мы только еще Это, скорее всего, строповиков ДА УМРИ, ТЫ ГРЁБАНЫЙ ТЫ ОСЕЛ ДА И что-то, 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 живой ДА НЕТ ДОК ЧЕГО, ГОСПОДИ, Я УПИЛ А, у меня патроны пащались Господа, развлекаемся Один патрон Один патрон для друга А, я вас понял Так, и мой Что думаете? Дробовик, мечта Мечта, девчонок Так, ладно Слушайте, ну, размениваться с ним, возможно И угадал Какие же ты выкидывать немцев Ну, в смысле, плохих Нет, не те, которые вы подумали Плохих Плохих, которые плохие вещи делают Не, 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 не те Я не против Вообще немцев Немцы хорошие ребята Очень, очень хорошие Печи делают Чем об этом я знаю Ну, ладно, не важно Противники кончились Слушайте, а ну бегать Как бы Можно Можно Мне надо ХП подхилять А то с моим Все плохо Зайдите, зайдите Возьми, возьмите Нормальную пушку Реальных пацанов Касочку одень Не тяни на что-нибудь Где же наш Арийский друг Где наш Гер-офицер Пойди Неужто офицер где-то здесь Или на верхней палубе Где этот друг Он что, ушел? Я хочу офицера добрать А че, че, че В принципе Зачем мне офицеры Если за них тики-то И дают Стоп Исходно Баночку забрать Да, ну слушайте Ну музончик качает Вот если бы не музыка Наверное Было бы Не так весело Я нашел тая братишка Ну что, ты готов? А я готов Ну ли, ну ли Что? Я ухнул нечаянно Эээнд ОПЕЕН Что ты такой, Джо? Гнилой зуб в зловонном рту Америки И врач который вырвет тебя с корнями Уже здесь Придет врач который меня вылечит Точно такой есть Ты не обманываешь Что-то у меня звуки те вот Которые ударные Ага Ага Я вас знал Укусики Распишись на лице Ой-ой-ой Как же это, наверное, неприятно Так, главное, чтобы меня не обходили А что не стоят? Кого не ждут? Дайте нафиг Я у тебя не звал Я вот с этим пока О, лазерный Был Был Ключевая правда Слушайте, тут что-то можно было сломать Собираем шмоты Да ну зачем? Там же еще что-то было Попатри А не-не-не, бери-бери лазерный Это лазерный Ну что, пойдем вперед Оооо Сразу Господи Подарок жизни Мне пригнали Ну что Мне сопу снова дали Давай Как-то Не то, чтобы я мечтал о таком Джо взял курс на столкновение с оберкомендантом Меце. Сбежит ли он с научной станцией Омега? Узнайте об этом в приключениях стрелка Джо. Пока стрелок Джо и другие храбрые американцы открыто сражались за будущее Америки, одна леди боролась с нацизмом по-тихому. Это Джессика Вэллиант, экс-агент британской разведки по прозвищу Тихая Смерть. Расследуя зловещий заговор, агент Тихая Смерть попала в офис Paragon Pictures, когда-то выпускавший лучшие хиты Голливуда. Теперь нацисты снимают здесь свою пропаганду. Найдет ли агент Тихая Смерть свою цель? Нацистского пособника Чака Лоренца. В общем, так нам претендует героев, за которых мы сможем в итоге посмотреть сюжетные линии. О, глушак! Я попала внутрь почти без проблем. Осталось найти, где спрятался мистер Лоренц. О-о-о! Слушайте, а мне нравится! Охрен! Как же не прийти, не поесть вкусной еды? Жаль, за это ачивок не дают. Ой, ищу свинятина! Господи! Не отказывайся ни в чем ешь! Ешь, если ты сможешь съесть это все, молодец. Я, правда, не знаю, куда в нее влезла целая чаша фруктов. Ну, наверное, влезла. Так, о-о-о-о! Я могу проникать в глубокие недра. О-о-о! Ни хрена ты узкая! Так, пойди, я перед тем, как вылезу, надо посоветиться. Добрый вечер! Меня, по идее, не слышно. Та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та! Подскажете адрес? Библиотеки! О! Ну, по-моему, вы в этой библиотеке уже были. Я не знаю, меня слышно, интересно? Кто меня там услышал? Что это за слоу-мод? А, хэдшот, по-моему, по ним не работают. Они усилены вроде как. Та-да-а-а! Да? Так, примерно так он должен звучать. Забираем пушки. Да иди нахуй! Сука, ненавижу собаку! Так, их много, кстати, сюда идет. Менеры, мы с вами спрятали! Что там? Что-то видел? Тихо, не паникуй! Альтер! Я ему в щек попал. Нормально, тихо, убийца. Да залезай ты в дырку! У меня есть позиция! Так. Есть подозрение, что они знают о мое присутствии. Менера, уходи в позицию! Уходи! Уходи! А, уходи в воду! Что ты думаешь? Слушай, а мне нравится этот стиль. Прям забавненько так. Бласкович, по-моему, тоже мог в какой-то момент использовать эту способность. Нет! Нет, ползи во имя богов! Давай! У-у-у, интересный способ! А это точно профессионально обученные убийцы? Их учили в какой-то школе. Нет, нельзя стрелять. Ты должен подойти и меня убить. Тоже безумец. Как я тебе ноги отрежу? А, каким же способом? Что, прям весело? Ооо, я где-то это видел в каком-то немецком фильме. Если ты знаешь, что это за фильм, можешь просто сказать «да». Ну, может, мне даже написать, в каком фильме ты это видел. Это что, для меня? Это все мне? По-моему, арийцы закончились, судя по тому, что никого не слышно. О, это еще. О, собачий корм. Ну, давай. Ну. Очень незаметная убийца. Это дверь. Ну, туда нас не пустят, пока мы не заглянем отсюда. Интересная реклама. Так, друзья мои. О, они ваншотятся. Так хорошо. Ребят, кто меня спрашивал, зачем ты перезаряжаешься? Объясняю. Опыт, прошедший, проиграв в энное количество раз в контру, меня заставил приучиться к тому, что надо перезаряжаться, потому что в любой момент может прийти враг и убить тебя. Ну, а так, как других вариантов. О, я, кажется, обратно пошел. Ничего не знаю. Начинай сначала. Нет, даже какой-то нож есть. Интересный металтик, я скажу. А вот этот Рыбаков мне не нравится. Что творится? Что происходит? Я уверен, что тут опять кинет гранаты. Я уверен, что тут опять кинет гранаты. Через один-два выстрела, точнее, еще одна граната, мне кажется, там уже помогать будет некому им. А это лучшая диверсия. Из всех диверсий, все, когда-нибудь... ДЕЛО, БЛЯТЬ! Может, поэтому они проиграли вольного? Боже, блядь, что происходит? Почему они взрывают друг друга? Знаете, это уже странным кажется. Они не сдаются, блядь. А, этот умер там. А, в дверях умер, чувак. Это ноги просто его остались. Интересный тактоз. Он просто присел. Он просто присел. Так. Секретный агент Джо не пришел. Все чисто. Никого нет. Только трупы наших друзей. Но это разве проблема? АЛЕРМ! Ты видел? Кто противодвигает на этого Бэтмена, который прилетал мимо? Что они делают? Что за тактоз? Что происходит с этой каткой? О, Бэтмен идет. Бэтмен. Но у них, кстати, одно оружие только. Это была не очень умная идея выйти на меня. С дробашов. Так, бадди, 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 бадди. Сполз. Все плохо. ХП-то немного. Я же пока заряжаю свое орудие, но... Не успевает убивать. То есть, там еще где-то робот полицейский есть. Так, давай аккуратненько выйдем. Он на верхнем этаже, что ли, получается? Да, на верхнем. Да, он на верхнем этаже. Че, пойдем? Знакомый образ. Ты за мной? Почему играла? Ну, нахуй, показалось. Нахуй, я. Дай, 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 дай. Засывались даже. Ты за ебал. Блядь, что происходит? Че с этой игрой? Что оно вытворяет? Почему они умирают? Причем так успешно? Вон робот полицейский берет. А, вон, кстати, выход. Очень, очень странный момент. Я давно так не ржал. Сори. Ситуации такие подворачиваются, странные. Вроде как бы я должен проиграть был, но нет. Я просто ухожу. А, надеюсь... Наверное, это... Опасно. О, там, кстати, Бэтмен. Как бы намекает, что мне лучше бы патрона... Сейчас еще раз оцелесе смыслишь. Там где-то еще должен быть. А, нет, здесь никого нет. Добрый вечер. Я прыгнуть его не могу. То есть, как бы... А! Перезарядка! Да боже мой, он жив был! Господи, я не добил его. Я ему голову отстрелил, а он живой. Бля, не лучшее место для сейва было. Да ты умри ты, Господи! Есть. Я победил его. В неравном бою. Тихо ты. Стой. Стой, стой. Ползи, ползи, ползи. Ползи! Еще один слабоумный пришел. Сык. Ну почему они ко мне все приходят? Слушайте, а могу я сделать хитрый план? О! Рабочий вариант, кстати. А кто это делает? Ну просто да. Давай, давай, давай. Нет, тихо. Тактики продолжаются. Механик в этой игре почему-то сломался с момента, когда я что-то пытаюсь сделать не по-человечески. Передрабаш. Ага, господин, все, у меня там заживало немного. Да боже, что это за телепортация? А вон еще гуки. Ну, не гуки. Ну, вы поняли. О, нормально, что-то. Боже, он тут не пинается. Он легнулся. Ладно, кинуть. Не, ну, дистанция только губит эту пушку. Не, видите, дробовик рассеивается и получается толку от этой передней ноль. А вот еще. Посладник. О, патрики починились. Так. Мне бы патронный пистолет найти. Мне вкатался он у меня с гранатой. Пущей гранатами. Пока никого. Смотри, смотри. Ну, нет, здесь никого нет. Вероятнее всего, мне показалось. Наверное, он ушел. Это, наверное, лучшая охрана. Из всех охран, которые я видел. Настолько упороты, что это просто... Хоть стой, хоть падай. Я ему что, вообще, настрать? Ладно, по этой патроны поищу. Патроны кончились. Мне бы еще парочку... Они патроны такие не носят. Где он? Где татарийский... Мальчуган? В самом расцвете сил. О, смотри, офицер он вышел. Кто-то стреляет. Я еще и попасть не могу. Ты что делаешь? Ага. Ну, будет винтовка, значит. Так. Секретная операция продолжается. Незаметность на уровне. Ну, один раз выстрелить он смог. Запчасть из него какая-то выпала. О, парень. Не за тех ты играешь. Так. О, смотри. Шифры. Шифровщик. Или что это такое? Потом напишите в комментариях, что это такое за... А, это ячейки, возможно. А, это просто ячейки. Я думал, это шифры. Я же думал, а здесь предательство. Какая странная пацанка. Падди. Падди, может быть, что-то ценное есть. Пиколет, может быть, патроны. О, записка. Покиньте уровень. Джессика Вэллиэнд охотилась на Чака Лоренса. Но успеет ли она настичь его вовремя? Читайте об этом в дневниках агента «Тихая смерть». Пока Джессика Вэллиэнд преследовала тавычу, другой герой войны участвовал в совсем иной битве. Капитан армии США Джеральд Уилкинс, совершивший немало подвигов на войне, скрывается от нацистов с тех пор, как они разбомбили Манхэттен. Капитан Уилкинс получил задание взорвать самое опасное оружие в мире — солнечную пушку. Но сначала ему нужно было пробраться к орудиям на острове Кадьяк. Ну что, продолжаем. Ну, как вы поняли, это всего лишь презентация. Презентация... А, все способности, в общем-то, у нас. Добрый вечер. Вот теперь можно работать. Нужно найти эти орудия. Интересный способ. Ну, я хотел, кстати, попробовать Кадули, выбрать броню и так далее. То есть, все сразу попробовать не получилось из-за тем, что, ну, сейвики далеко от начала до конца. Но теперь хотя бы есть шанс попробовать. Ну, теперь у нас бравый солдат, который не боится никого, кроме смерти. По-корсу, секс-бабайт, сомзангебер, ордер. Принципно, хайсэ, сахэ, 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 сахэ. Че? В штуке? Ну, штуки? Ну, не, штуки. Ну, штуки. Ну, конечно, не. Прости, конечно. Что это? О, не, штуки? Ну, спать. Так, ну, с роботами я справился, а с вами... О! Бля, у меня... Патронов мало стал. Что с ним? Че-то болен? Ладно. Можно и так. Два патрона надо. В среднем. Так, давайте прокачаемся и пойдем смотреть. Ну, на самом деле, прикольная подача сюжета. Именно пока движуха у бласковища, мы можем посмотреть, что еще делают другие агенты. Я думаю, что эти дополнения будут коротенькие. Для стримов это маловато. Но для записи я могу делать именно для вас такие вот топовые нарядочки. Для тех, кто скучает по вульфику. Кто хотел посмотреть, что еще. Ну, тут можно поделать, собственно. Я не говорю о челлендже, который здесь, кстати, тоже ввели недавно. Блин, ну опочка у меня прям заходит. Кстати, хп не утекает, самое интересное. Потому что у меня 150 хп и как хочешь крутили. Так, пришел поезд. Поезд дома. А, биженка! Алярм! Ну, я запомнил, сколько им надо. Теперь будет немного попроще. Что-то пердочелы летающие здесь. Так. Это что за диверсионный отряд? Да боже, как вот... Помните раньше игра была Duck Hunt? Вот что-то типа того, что происходит не менее. А, ну патроны хочешь. Ну, группу, ну нельзя, так нечестно, несправедливо. Я тут один, а вот... Хуево туча. О, нормально, слушай, они просто идут на меня. Диверсионная группа, не нячик. А единственное, патронов мало. Что это там гуляет? Ну, патронов мало. Ну, патронов мало. Ну, давай, давай, давай. Я пауткам хорошо стрелял своей. Ну, я просто... ...экран телевизора... Ну, прям прислонял. Ну, давай, ложись. Есть. Это честная победа. Ничего, не такая охрана. Мне прям понравилось. Ну, за баскетболиста... Бейсболиста... Ой, прошу, почти нет. Было немного посложнее, как мне кажется. У бейсболиста не было преимущества. Он хлюпенький, слабенький. А эти ребята... Не сказал бы, что хлюпенькие. То есть... Даже девушка-агент, она доставляла... Ну, мне просто, наверное, не зло бы, по большей степени, но... Удовольствие это приносило немало за нее побегать. Хоть немного мы поиграли, конечно, но... Запоминается, запоминается. Чуть приятный персонаж. А вот солдаты, это, конечно... Это выжимка из двух предыдущих персонажей. И что он надеялся сделать? О, добрый вечер. У меня просто патроны кончились, надо что-то менять. А здесь что? О, бронь-ка. Вот эти штуки можно, вроде, плавить. Эть. Какие сотни хп. Ну, попробуй еще раздолби их. Ого. Так, это тоже не поднимется. Там еще, кстати, один был. Да куда ты бежишь? Мальчик-бродяга. Ой, да ну нафиг. На перекрестный огонь попал. Да боже ты мой, да уеби его чем-нибудь. Все, нормально. А-а-а. Так, ну вроде они не умеют даже так его. Так высоко. Бля, а мне пушка просто нравится. Вот редкий случай, когда стрелять по кайфу. То есть, чувствуется отдача, чувствуется сложность прицеливания. Вот, ну, не знаю. Дест они так не умеют. Ну, нет, Дест они тоже отличный симулятор стрельбы. Стрелять там тоже комфортно. Ну, и здесь это просто возведено в идеал. Не знаю, ну, здесь классно, по крайней мере. О, иди нахуй. Гав, гав. Мур-мур. Пришел. А я думал, этот мужчина гавкать пришел на меня. Что, сколько вас тут? Вы что, там платите с почкованием, что ли? Пипец, они там наплодились. Увидели, да? Они что, за углом, что ли? О, смотри, мы это сделали. Так, командирам руку нечаянно застрелили. Ну, как нечаянно? Знаешь, специально, но с какой-то степени нечаянно. Так, броня. Следующий уровень. О, а тут все спокойно. Мне нравится, что тревога только на верхнем ярусе. Привет. Там слева еще. Я видел тень. Ну все, вроде, не ваше. Можно отмутаться. А там что-то вылезло электрическое. Гуманоид. А что, команоиды не будет? Ну ладно. Так, и что? Учтешь ты? Или нет? Как это управлять? О, нажалось. Ага. Я понял. Все, понял. Та-та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та. Вот так, во. И как? А, выстрелить? Капитан Уилкинс ни разу не провалил задание. Но справится ли он с яростью солнечной пушки? Не пропустите подвиги капитана Уилкинса. Кертис Эвертон, великий писатель и повстанец из круга Крайзал, представляет Хроники Свободы. Три рассказа о подвигах и приключениях во время войны с нацистами, захватившими Америку. Три истории о сопротивлении, которое сокрушит всемирный нацистский режим. Не пропустите. Пропаганда террористов. Надо все запретить! Вот такое у нас было знакомство. Ну что, ребят, я от себя скажу, что мы вот это все посмотрим. Если вам понравился ролик, и вы ждете, ждете, когда мы уже будем смотреть на этих всех персонажей по отдельности, когда они будут выходить, то есть у нас есть у меня доступ к сезонке, то есть мы можем спокойно в это играть. Вот, надеюсь от вас услышать очень, такие очень приятные комментарии, если вы действительно хотите это увидеть. Ну, а я на этом сегодня прекращу, да, веселье. Ну, жаль, жаль, очень не хочется прощаться. Так, прикольненько это все подано. Из старой доброй локации, я думаю, зайдут. Ну, и посмотреть страны тоже прикольно. Вот, все, ребята, у меня на этом все. Спасибо огромное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, лайки, с вами был Ромаха. И отличного вам времени суток. Я просто не знаю, когда вы будете смотреть. Ночью или утром. Все, всем спасибо. Всем пока-пока, мои родные. Увидимся на стримах. Чао-чао. Нет. Ладно, шутка-шутка. Все, пока-пока.